здравствуйте дорогие друзья рад вас всех видеть сегодня мы поговорим с вами о такой важной теме как негативные эмоции в частности обида и каким образом мы можем избавляться от этих негативных эмоций что мы можем с этим сделать мы с вами социальные существа и мы не можем без отношений на работе в семье друзья в интернете да всегда есть взаимодействие всегда и взаимодействие даже если мы интровертные люди тем не менее без отношений мы просто не можем не можем жить неизбежно и когда мы вступаем во взаимоотношения с другими людьми возникает ситуации когда что-то происходит не так как мы хотели не так как мы планировали есть какие-то неоправданные ожидания естественно возникает это вот негативные эмоции гнев или обида я сегодня расскажу вам об этом механизме как это все работает как эти эмоции возникают и зная систему соответственно вы можете сами выбрать те инструменты которые помогут вам правильно там все подкрутить для того чтобы эта негативная эмоция ушла и я буду основываться в своем объяснении на принципы которые изложены в ведической философии для начала нужно дать определение что такое обида обида это несправедливо причиненное оскорбление или огорчение который вызывает негативные эмоции жалость к себе человек начинает себя жалеть ну как же так я хороший человек почему так со мной обошлись и вторая эмоция это гнев к обидчику то есть хочется восстановить справедливость тот важный момент у меня есть ожидание определенное у нас у всех есть ожидание осознанно или неосознанно мы ожидаем что люди будут вести себя определенным образом по отношению к нам и когда этого не происходит возникает это негативная эмоция и хочется эту эту справедливость восстановить ну например я часто даю лекции практически каждый день и всегда прошу свою аудиторию пожалуйста ставьте телефоны на беззвучный режим чтобы не мешать этому процессу лекции все говорят да 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 и ровно в средине лекции плюс-минус у кого-то начинает звонить телефон и в этот момент возникает негативная эмоция ну может я уже немного привык на все равно так вот все равно что-то возникает вот хочется сказать ну как же так мы же с вами договаривались вы меня не уважаете то есть вам не интересен предметы которыми говорю какой смысл вы сюда пришли вот такие мысли начинают появляться в уме и хочется сразу же что-то сказать как-то вот остановить этот это это безобразие то есть вот вот пожалуйста это то что называется гнев и обида можно сказать ну какие проблемы но возникла эта эмоция ну и что чем чем трудность тогда ну можно же с этим жить не совсем потому что это эмоция обида или гнев она она очень очень разрушительно влияет на всю нашу жизнь на нашу психику на наше физическое тело на наши отношения да кстати я забыл сказать что гневаться или обижаться можно можно на других можно на себя и можно на бога то есть вот у нас большой спектр на кого можно обидеться вернемся к нашему повествованию значит гнев обида очень разрушительно влияет на наше сознание на наши отношения на наше тело ну вспомните вспомните конкретный яркий пример из вашей жизни когда было вот это вот сильное состояние гнева что происходит в вашем уме на взрыв то есть какие-то мысли нехорошие хочется кого-то разорвать кому-то надавать хочется что-то сделать такое речь речь грубая становится какие-то вот эмоции выплескиваются тело беги или бей да вот такие происходят метаморфозы с нами и вот хотели бы находиться рядом с таким человеком который в этом состоянии гнева находится но нет конечно то есть человеку жал его вид этот отталкивает на самом деле еще обиднее потому что я виноват вернее они виноваты но при этом я превращаюсь нехорошего человека с которым не хочется рядом находиться понимаете кроме того что я такой знаете превращаюсь нехорошего человека кроме того самого этого чувства обиды а чувство гнева очень такое горячее, очень болезненное для человека. Это чувство обиды сравнивают с раскаленным железным шаром. Берет этот человек в руки этот шар, он дымится, то есть запах такой вот того, что моя кожа горит. И человек прислоняет этот шар к себе, к сердцу, и очень больно, и он носит этот огненный шар для того, чтобы в какой-то момент найти человека, который его обидел, и бросить этот шар в него. То есть вы понимаете, что человек страдает больше сам от этой обиды, чем тот человек, на которого он обиделся. Что еще обиднее, понимаете? Я пострадавший, но страдаю еще больше, чем тот, кто причинил мне беспокойство. Кроме того, вот эта вот эмоция гнева, боли, которые испытывают этого гнева, она преломляет мое сознание. Человеком меняется мировоззрение, меняется восприятие реальности. Ему все время везде кажутся какие-то заговоры, ему все время кажется, что вот сейчас вот что-то с ним еще произойдет нехорошего. Везде видит какой-то подвох. Я помню, однажды я на рынке покупал малину. Был сезон малины, лето, я ходил, искал какую-то малины, чтобы вот вкусная была. И вот пробовал, искал где получше, и подошел к одной бабушке, говорю, бабушка, можно у вас малину попробовать? Бабушка так подозрительно на меня посмотрела, ну попробуй, сынок, попробуй. Вот я попробовал эту малину, она кислая оказалась, и я уже собирался идти, она так продолжает так вот с такой вот ненавистью на меня смотреть. А что ты тут все ходишь и у всех пробуешь? И мне прям ну как-то неприятно стало. Я подумал, ну неужели я так плохо выгляжу, что у бабушки возникло подозрение, что у меня нет денег на малину, и я просто хожу, объедаю местных бабушек. Понимаете, да? То есть когда вы находитесь в присутствии человека, который везде видит подвох, все время хочется оправдываться. То есть ты чувствуешь себя виноватым. Это третья проблема. То есть первое, то что человек негативные качества начинает проявлять, и тем самым люди разбегаются от него. Второе, то что сама эмоция причиняет ему боли. Третье, это то, что видение мира начинает меняться, он везде, везде всех подозревает. В конце концов, это приводит к тому, что человек становится социопатом. То есть если здесь у меня не получилось, здесь у нас не построились отношения, здесь меня кинули, здесь вот люди как-то меня не уважают, да? И в конце концов, я делаю вывод, я не хочу вообще с людьми находиться. Ну, это же невозможно. Мы все равно должны с кем-то общаться. Поэтому это не выход. Кроме того, вот эта энергия гнева, она порабощает человека и заставляет его все время думать об этой проблеме. Он прокручивает вновь и вновь эту ситуацию, еще больше погружается. Гнева больше, больше жалости к себе у него возникает. То есть очень много энергии уходит на этот гнев и эту обиду. Очень много энергии, эмоциональной энергии, времени очень много уходит. Помните граф Монте-Кристо, огромное богатство, которое он получил, на что он потратил? Для того, чтобы просто отомстить тем, кто его когда-то усадил в тюрьму. Это была цель его жизни, представляете? То есть вот для чего он как бы всю свою энергию туда вбухал. Но самое интересное, это то, что даже если человек отомстил, даже если он доказал и, как сказать, причинил боль, да, отомстил другому человеку, на этом же не заканчивается ничего. Потому что тот человек что думает? Что со мной обошлись несправедливо. Не то, что он ходит и говорит, о, спасибо, что ты так сделал. Вот это было справедливо, правильно ты сделал. Нет такого. То есть он тоже обижается, и в итоге он хочет отомстить. Да, это такой бесконечный, просто бесконечный круг мести. Вновь и вновь люди, из поколения в поколение это может происходить. Даже люди забывают, из-за чего это произошло. Но вот эта вот месть, она остается. То есть, понимаете, да, это не простая вещь, не просто там какая-то эмоция безобидная. Нет, это очень-очень негативно сказывается на нас. Ну, также, конечно же, это сказывается в нашем физическом теле. Болезни возникают. Одна из главных причин – это вот негативные эмоции. Поэтому надо с этим что-то делать. Но с этой эмоцией ее нельзя просто как-то ее носить, и растить ее. Нужно избавляться от нее. Возникает вопрос, почему же мы с вами эти эмоции, держимся за эти эмоции? Почему же не выбрасывают из своего сердца, хотя оно столько нам причиняет беспокойство? С одной стороны, самая простая причина, потому что обидно, это эмоциональное состояние. То есть, это нелогическая какая-то вещь. Да, это благоприятно, надо убрать. Просто больно. И так как мне больно, я хочу эту боль проявить. Так ведь? Но, окей, то есть, если мы в состоянии, когда вот это только произошло, эмоциональные эмоции накрыли нас, и мы не можем это контролировать, это понятно. Но если это происходит, если это продолжается и день, и два, и год, и много лет, то есть, это уже не вопрос эмоций. Уже есть какие-то неосознанные нами причины, из-за которых человек держится за эту обиду. И одна из причин заключается в том, что человек пользуется этой эмоцией для того, чтобы негативные эмоции, этой обиды или гневом, которые он испытал из-за того, что кто-то с ним несправедливо обошелся, он использует это для того, чтобы оправдывать свои недостойные поступки. Я приведу вам историю из моего детства, когда в Пенниргагере я однажды решил погулять, и выхожу, смотрю, тапочек моих нет. Думаю, где же мои тапочки? Я вроде их здесь оставлял. И через какое-то время приходит мальчик в моих тапочках, как ни в чем ни бы баллы кладет их на место. Я говорю, подожди, это же мои тапочки, почему ты их взял? Это же нехорошо. Ну как нехорошо? Ну мои тоже кто-то взял. Понимаете, какой веский аргумент. Мои тапочки кто-то взял, поэтому я имею право тоже взять чужие тапочки. Со мной вот так несправедливо обошлись. Вот я пострадавший, мне плохо, поэтому я имею право тоже вести себя отвратительно. Понимаете, вот так вот устроен ум, он обманывает нас и пользуется этой ситуацией, чтобы оправдывать свои какие-то нехорошие, негативные поступки. Кроме того, еще одна причина, из-за чего человек держится за эти обиды, потому что это позволяет человеку получать внимание от других людей неэкологичным образом. Смотрите, для того, чтобы к нам люди хорошо относились, обратили внимание, нужно что-то для них делать. То есть прикладывать усилия, вкладываться в отношения, и в итоге люди как-то уважительно к нам относятся, эмоции проявляют, любят нас. А есть такой хитрый способ. Можно не вкладываться, можно ничего не делать, можно просто быть несчастным, просто быть несчастным, пострадавшим. У нас тут такое произошло, люди мы не местные, извините, что к вам обращаемся. То есть я использую это для того, чтобы люди мне все давали, давали внимание, жалели меня. То есть мне ничего не надо для этого делать, мне просто нужно быть несчастным, и я смогу обрести уже внимание людей, уже какую-то выгоду смогу обрести. Кроме того, человек часто, это, наверное, самая распространенная причина, почему человек держится за обиду, потому что кажется, что если я человека прощу, то тогда у меня не будет сил восстановить справедливость. Поэтому вот эта обида дает мне силу, этот гнев дает мне силу для того, чтобы действовать. На самом деле, для того, чтобы восстановить справедливость, не обязательно испытывать гнев. Не обязательно. Есть другие причины, есть другие эмоции, чуть позже я об этом поговорю. Но человек считает, если гнева у меня не будет, то я не смогу ничего делать. Это жизнь моя, гнев – это моя жизнь, эта энергия, которая толкает меня, которая наполняет меня смыслом. Поэтому как я могу отказаться от этой обиды? Итак, еще раз, если мы внимательно разберем, что такое обида, к чему она приводит и почему мы за нее держимся, то, естественно, становится понятно, что ничего хорошего в этом нет и страдаю в основном именно я сам. Поэтому нужно с этим что-то делать, нужно от этого избавляться. Но перед тем, как говорить о том, как от этого избавиться, сначала нужно понять, а чего мы хотим достичь? То есть что такое прощение? Давайте вспомните ситуацию, когда у вас в жизни произошел момент, когда вы простили человека. Как вы себя чувствовали? Что происходит с вами в сердце? Такая легкость появляется, как будто камень упал. Сразу хочется какой-то позитив вокруг, что все такое радужным становится, хочется прыгать, хочется делать что-то хорошее. То есть просто состояние прощения приводит к тому, что мы проявляем хорошие качества. Точно так же, как обида превращала нас в нехороших людей, прощение сразу же превращает нас в хороших людей, с которым хочется быть рядом. И вот если не эмоционально, а именно так вот философски, или логически сформулировать, сформулировать, что же это за послание, что же это за настроение, которое возникает в момент прощения, то можно сформулировать его таким образом. Это когда я хочу, чтобы другому человеку было хорошо. То есть вот я обижен на кого-то, я хочу, чтобы ему было больно, чтобы ему было плохо. Когда произошло прощение, то внутри эмоция, внутри мысль, пусть у него все будет хорошо. Помните эту формулу, да? Я желаю всем счастья. На самом деле, эта формула взята изред, просто это перевод знаменитой ведической формулы, мантры. Да, я желаю всем счастья. И вот когда у человека появилось вот это вот состояние, я хочу, чтобы у него все было хорошо, то значит, что прощение произошло. Каким образом вот это вот чувство прощения будет проявляться внешне? И есть распространенное заблуждение, что если я кого-то простил, это означает, пусть этот человек делает все, что он хочет. Или мы должны есть из одной тарелки. Вот ты простил, ну все, теперь будем есть из одной тарелки. Но это неправильно. Это неправильно. Если у меня есть понимание, что я желаю другому счастья, я желаю другому блага, то теперь надо исходить из этого побуждения. Что будет благом для этого человека? Что будет пользой для этого человека? И для наших отношений с этим человеком? И иногда это проявляется в том, что мы полностью восстанавливаем отношения такими, какие они были до этого конфликта. Иногда это проявляется в том, что нужно прояснить отношения, понять, как нам правильно взаимодействовать друг с другом, для того, чтобы не причинять беспокойство друг к другу. То есть дистанция должна быть определенная. Кроме того, иногда вот эта благожелательность будет проявляться внешне в том, что я не буду больше пересекаться с этим человеком, потому что когда мы пересекаемся, это беспокойство для него, для меня, для них, поэтому ради нашего блага нужно просто свести контакты к минимуму. Иногда вот эта благожелательность другому человеку может проявиться в том, что другого человека нужно наказать. На самом деле, когда человек разгневан и думает о справедливости, он никогда не может справедливо поступить, потому что он хочет боль другому причинить, он не хочет блага, он из этих соображений что-то делает. Я хочу справедливость восстановить, это просто оправдание тому, что я хочу просто боль этому человеку сделать. Но когда действительно я желаю другому счастья, благо желаю, то вот в этот момент может так получиться, что лучшим благом для другого человека будет в том, что его нужно остановить, его нужно наказать. Иначе он ничего не поймет, иначе он будет продолжать делать боль окружающим. Внешне вот это вот прощение будет проявляться по-разному, но что объединяет все эти действия одно, я хочу благо для другого человека. Как достичь этого состояния прощения? Это самое главное, о чем я хочу рассказать. И для этого мы посмотрим на это с точки зрения ведической психологии и каким образом с этой эмоцией можно работать. Четыре способа, как можно работать с этой негативной эмоцией. С точки зрения ведической психологии, любое событие в нашей жизни, в нашем взаимодействии с этим миром откладывает в нашем сознании впечатление. На санскрите это называется словом самскара. Вот эти самскары наполняют наше сознание, их там очень-очень много, они находятся на разном уровне нашего сознания. И все эти впечатления, все эти самскары, они эмоционально окрашены. То есть есть негативные самскары, которые заставляют нас избегать каких-то вещей, бояться каких-то вещей. Есть позитивные самскары, которые вдохновляют нас повторять этот опыт. Есть, соответственно, большие самскары, то есть глубокие впечатления. Есть слабые, которые не сильно на нас влияют. И все это наполняет наше сознание, влияет на нас, помогает нам размышлять, принимать решения, помогает нам видеть мир. То есть мы смотрим на мир сквозь вот эти все впечатления. Так вот, когда произошло какое-то событие, допустим, какой-то конфликт, какой-то человек, ну давайте пример этот возьмем, который я уже говорил, зазвонил телефон во время лекции. Вот я сейчас записываю, тут у кого-то зазвонил телефон, все прерывается, надо заново все начинать. И возникает вот эта негативная эмоция, вот, ну как же так, ты нехороший человек. Возникла эта эмоция. Вот ситуация, вот зазвонил телефон во время лекции, вот эта ситуация окрашивается негативным. И, соответственно, тот, кто это сделал, он нехороший человек, ему нужно отомстить. Вот это запечатлилось в моем сердце. Теперь, что можно с этой эмоцией делать, если не обращать на нее внимания, да, то есть вот она, гнев, ну, допустим, что это сильная эмоция, сильное переживание, прям вот взрыв в мозге, оскорбление, драка, вот прям такая вот сильная ситуация. Вот это в моем сердце живет, вот эта обида живет. Теперь, если ничего не делать с этим, вот она там осталась, можно же не обращать внимания, можно сказать, ну, там, ну, бог с ним, с этой обидой, но она же там есть. И когда не даешь ход этой обиды, то тогда эта обида начинает разрушать меня изнутри. Поэтому первый способ, что можно с этой эмоцией сделать, что с этой самскарой можно сделать, у нас будет четыре варианта. И вот первый вариант – это проявить эту эмоцию, проявить эту самскару, да. Знаете, вот когда вот больно внутри, и вот когда выпускаешь это, когда ты прокричался, когда ты там начал махать руками, начал восстанавливать справедливость, в этот момент что происходит? Легче становится, правильно? То есть первый способ, как можно с этими самскарами взаимодействовать – это проявлять их. Однако, если мы будем эти самскары негативные проявлять вот так, как хочется, да, так скажем, неэкологичным образом, это может привести к тому, что у нас еще будет больше проблем. То есть я набросился на этого человека, несчастного, у которого зазвонил телефон, стал с ним драться, вызвали полицию, да, значит, меня штрафовали, или даже посадили в тюрьму за хулиганство, да, и что, и чего я добился. То есть была одна проблема, стало больше проблем, да, или что-то там разбили, потом надо выплачивать все это. Так ведь? Поэтому если просто проявлять эту эмоцию, то это приводит к очень сильным, разрушительным последствиям, которые могут быть еще больше, чем та проблема, которая вызвала эту эмоцию. Поэтому это не выход. И что предлагают люди обычно, когда решают эту проблему с гневом, с эмоцией, с обидой, они говорят, что нужно проявить эту эмоцию, но проявить экологичным образом. То есть не нужно ее там хранить, не нужно ее там как-то консервировать, она потом будет вонять, она потом будет портить нам жизнь, нужно ее проявить. Но как проявить? Значит, экологичным образом. Какие варианты есть? То есть человек может в конце концов пойти в спортзал и побить грушу, понимаете, или вскопать там что-то, или какую-то физическую такую нагрузку, как-то пойти в лес, поорать там, да, или проплакаться, да, или пойти к своему другу, своему другу и как-то раскрыть свое сердце, да, вот рассказать о том, что со мной происходит. Я сам еще вот уже практикую это автописьмо. То есть ты садишься и вот это вот все, что у тебя есть на сердце, просто записываешь, записываешь на бумагу, вот изливаешь это все, это все туда уходит. Так можно делать, так люди делают. Это помогает, легче становится. Нет таких сильных разрушений, если бы, как если бы это мы проявили, вот, ну, вот, напрямую так, как нам хотелось. Один есть нюанс с этим способом, что, конечно же, легче становится, когда мы выговариваемся, когда мы проорали, когда мы там написали это все, когда мы пообщались, становится, конкретно становится легче. Но эта эмоция, эта самскара, эта самскара, она не уходит. То есть так же, как человек, вот, ну, чувство голода, да, вот он поел, вот, чувство голода прошло, и вроде бы уже все нормально. Но через какое-то время это чувство голода опять возникает. Поэтому эта самскара, она не уничтожается. Она просто на какое-то время, то есть мы дали выход этому, на какое-то время она уходит в глубины, в глубину нашего сознания, и ее не видно, ее не видно, но она там есть. И когда вновь возникает подобная ситуация, или я вижу этого человека, эта самскара может опять проявиться. Поэтому это хороший метод, но это не абсолютный метод. Мы не можем полностью избавиться от этой самскары таким образом. Второй метод, как мы можем работать с этой негативной самскарой, сформулирован в таком, в такой поговорке, да, что время лечит. Слышали такое? Время лечит. Каким образом время лечит? Это работает таким образом. Вот у нас случилось что-то, вот эта ситуация, вот эта эмоция, мне больно, мне плохо, но я переезжаю в какое-то другое место, да, то есть отстраняясь от источника беспокойств. Просто отстраняясь, не видеть, не слышать, вот чтобы ничто не напоминало мне об этом. Что происходит с самскарой? Она, с одной стороны, так как ничто не будоражит эту самскару, она может успокоиться. Кроме того, так как я все-таки живу, какие-то действия, какое-то общение, какие-то впечатления со всех сторон, то все это наслаивается, все это покрывает вот это впечатление негативное, которое было. Это подобно тому, как вот сейчас весна, и можно наблюдать в городах, где был снег, этот снег растаял, можно наблюдать, что повсюду грязь, да, мусор там, какое-то вот безобразие вокруг. Почему так? Потому что когда был снег, этого не было видно. То есть снег падает, все белое, чистое, супер вообще. Но там, там мусор. И когда снег тает, то мы обнаружим, что мусор находится. И вот точно так же, когда сверху наваливается этот снег, разных новых впечатлений, то вот этот мусор, его не видно. Но в действительности он все равно там есть. Другой пример, который можно привести, иногда в частных домах под полом живут мыши. И бывает, что какая-то мышь сдохнет там и воняет. И вот вроде заходишь в квартиру, в дом заходишь, все чисто, аккуратно, уютно. Ну, такой запах какой-то вот неприятный, оскверняет вообще всю жизнь. И вот точно так же вот эти самскары непереваренные, непереваренные обиды, они вот вроде бы все хорошо, вот все нормально. Но вот эта вот эмоция, она оскверняет. И как-то вот неуютно человеку. Конечно, это помогает. Это помогает, когда человек отстраняется от источника беспокойств, когда человек увлекается, там обычно говорят, ну, ты отвлекись, вот работай, вот, ну, ты переедь, ты, ну, начни новые отношения. Ну, что-то новое начни. Это новые эмоции тебе даст, новые впечатления. Это помогает. Несомненно, это помогает. Это все заваливает, вот этот вот негатив, эту самскару заваливает. И легче человеку становится. Но имейте в виду, что это не решает проблему полностью, потому что она там есть. И она влияет. И в какой-то момент, особенно когда мы вновь там встречаемся с этим источником беспокойств, то она может опять проявиться. Третий вариант, что можно сделать с этой самскарой, с желанием вот эту вот справедливость восстановить, это все-таки справедливости добиться. Когда человек, ну, вот ему обидно, ему плохо, гнев. И этот человек, представьте, такая ситуация, что человек, который сделал это несправедливое действие, приходит и реально раскаивается и говорит, слушай, я вообще неправильно поступил, вот нельзя было так делать, я негодяй, прости меня, вот тебе компенсация, вот тебе вот все, что ты хочешь. Да? Легче становится. Классно же? Нам очень хочется вот этого добиться, чтобы человек признал свою ошибку, извинился, да, компенсировал мои какие-то затраты, да, какие-то потери. Хочется такого. Если такое происходит, человеку легче становится. Реально становится легче. И, по крайней мере, вот если мы кому-то причинили беспокойство, да, кого-то обидели, кого-то ввели вот в такое состояние, имейте в виду, что если мы попросим прощения, искренне, и восстановим вот этот баланс, то человеку реально будет легче. Но жизнь показывает, что редко такое происходит, когда человек, который нас обидел, извиняется, да, и как-то восстанавливает баланс. Вот. Редко такое происходит. Поэтому хороший способ, но мы не можем, если даже придем, скажем, ты должен извиниться, негодяй, давай, ты должен всем, мне все вернуть человеку. Не факт, что он так сделает. Поэтому редкое явление. И, мало того, нужно, чтобы этот человек сделал во много раз больше хорошего, как говорится, что если клиент в каком-то магазине столкнулся с каким-то нехорошим отношением к себе, у него такая негативная эмоция возникла, то нужно 9 хороших вещей для того, чтобы нейтрализовать одну нехорошую. Представляете? Лучше в конфликты не вступать, чем потом это все решать. Что делать? Ждать? Ну, можно ждать, но по факту редко такое происходит. И даже если это происходит, все равно, все равно, вот этот опыт все равно там остается, пусть он не такой, как сказать, глубокий, но все равно что-то там есть. Да, этот человек, конечно, извинился, да, мне все восстановили, да, мне этот магазин даже дал скидку, и даже мне вот еще подарили что-то. Но вот помню, все равно у них была такая ошибка. Чуть-чуть все равно там что-то остается. Я обычно вспоминаю в этой связи историю про одного мальчика из богатой семьи, который, ну, хулиганил просто, и люди ничего не могли с этим сделать, потому что у него папа там был каким-то высокопоставленным человеком. Отцу самому это не нравилось, и он сказал сыну своему, что сынок, смотри, если ты делаешь кому-то гадость, то вбивай в эту дверь, на обходную дверь, вбивай гвоздь. Все, больше ничего не надо от тебя, просто вбивай гвоздь. Он подумал, ну, надо же, как повезло. И стал эти гвозди вбивать, и за неделю он всю эту доску, дверную, да, усел, усел гвоздями. И тут до него дошло, как много боли он причинил людям. Папа, что мне с этим делать? Ну, делай что-то хорошее для людей, извиняйся, да, как-то восстанавливай справедливость, баланс, давай деньги людям, чтобы они на тебя не обижались. И где-то через несколько месяцев, может, через год, он вытащил последний гвоздь из этой двери, и отец ему показал, видишь, вот гвоздей нет, но эта дверь никогда уже не будет той же. То есть все равно эти дырки, то есть какие-то отметины здесь остались. Поэтому классно, конечно, когда люди извинились и все сделали, но все равно вот эта эмоция, самскара, она до конца не уходит, и там она есть. Да, она не такая активная, мы довольны, есть позитивная самскара, что люди все-таки правильно себя повели, но вот чуть-чуть там остается. И еще раз повторюсь, что часто мы не дождемся, чтобы люди извинились. И последний, четвертый вариант, как работать с самскарой, он называется переваривание. Потому что одна и та же ситуация может в сознании человека записаться как с негативным эмоциональным посылом, так и с позитивным. Я приведу пример. То есть человек заболел. Человек заболел, у него печень больная, там гепатит, да, это очень, особенно раньше, гепатит С, это очень такая болезнь, ну сложно было ее излечить. И вот это же боль, да, то есть это плохо, то есть вот заболел, это плохо, вот больная печень, это плохо. Но тем не менее, есть ситуации, когда больная печень воспринимается человеком как повезло. Я сам был свидетелем, когда я попал в онкологическую больницу, и мы сидели там в очереди, чтобы пройти к этому врачу, который там всех диагностировал, и уже он как бы направлял это онкология или это не онкология. И в этой очереди сидели люди с этими анализами, с какими-то там своими бумажками. И все сидят здесь, переживают, и передо мной сидел дедушка, ну такой, ну какой-нибудь дедушку, он был просто пожилым человеком, для меня, так как я был ребенком, мне все казались уже, те, кому за 40 уже дедушки. И вот значит этот пожилой человек с этой бумажечки, весь дрожащий, заходит в этот кабинет, и через какое-то время выход радостный так вот машет, у меня гепатит, у меня гепатит. Ну то есть, понимаете, было подозрение, что это онкология, причина его проблемы, это онкология, но оказалось, что нет там никакой онкологии, просто у него гепатит. И вот он такой радостный прыгал, ну надо же, повезло-то как человеку. И вот в его сознании вот этот вот факт, что у него гепатит, он был записан как позитивное что-то, ну по сравнению с тем, что у него могла быть онкология. И вот точно так же одно и то же событие в нашем уме может восприниматься как позитив и может как негатив. И вот обида, это значит вот конкретная ситуация, да, зазвонил телефон, меня это раздражает, у меня возникли эмоции, вот, вот нехороший человек, нужно ему объяснить после занятий, что он нехороший человек. Так у меня записалось сознание. Но если я ту же самую ситуацию посмотрю по-другому, да, переводить означает перезаписать, перезаписать, восприять этой ситуации. Если я посмотрю на это с другой точки зрения, то я смогу увидеть, что на самом деле это была хорошая ситуация. Смотрите, важный момент, нельзя, невозможно, никогда невозможно простить негодяя. Негодяй не простить, потому что он негодяй, он поступил плохо, он сделал больно, так нельзя делать. Как его можно простить? Но если я увижу, что это не негодяй, что на самом деле это было благом для меня, если я так увижу, то тогда можно простить. Пока я вижу ситуацию, что это негодяй, простить невозможно. И вот это переваривание означает изменить свое восприятие этой ситуации. Классический пример Стивен Коби в своей книге про семь навыков высокоэффективных людей рассказывает этот пример, как один мужчина с детьми зашел в троллейбус или трамвай, он сел, и его дети, они стали бегать, поэтому в салону этого троллейбуса, трамвая стали причинять беспокойство окружающим, и окружающие так вот с негодованием смотрели на этого безответственного отца, который не может своих детей усмирить, и кто-то из пожилых пассажиров подошел к нему и говорит, молодой человек, ну как-то надо своих детей приструнить, они, видите, мешают другим. А молодой человек, он в таком трансе каком-то находится, он невидящим глазами посмотрел на этого пассажира, на него дошло, где он находится, и он сказал, я просто не знаю, как объяснить моим детям, что у них умерла мать. И как только для этих пассажиров стало понятно состояние этого человека, что он испытывает, почему это все происходит, у них тут же поменялось отношение к тому, что происходило, что эти дети бегают, они поняли горе у этого человека, он нуждается в помощи, сразу усадили этих детей, там стали с ними разговаривать, конфетки какие-то дарить, то есть им стало как-то, вот сочувствие стали проявлять. А что поменялось? Та же самая ситуация, вот человек, вот дети бегают, но отношение поменялось, они по-другому стали смотреть, и это уже не воспринималось как что-то такое негативное, обижающее, да? Наоборот, это стал объект какого-то сочувствия и помощи. Каким образом переваривать вот эту эмоцию? Мы чуть позже поговорим, но я еще раз повторю, что вот есть четыре варианта, что можно делать с эмоцией. Первый вариант это то, что эмоцию надо проявить экологичным образом, легче становится, это работает, методы, которые, инструменты, которые дают возможность это сделать, хорошая вещь, легче становится, но полностью не убирает эту самскару, она где-то там все равно остается. Второй вариант это отстраниться, затаиться, увлечься чем-то другим, новые впечатления, новые переживания, чтобы это сверху все завалило, вот этот негатив, тоже работает, тоже помогает, но эта самскара все равно остается и влияет на нашу жизнь. Третий вариант это все-таки дождаться того, что человек извинится, восстановит баланс, даст нам какую-то компенсацию, но можно не дождаться этого. Вот можно не дождаться, и все равно какой-то негативный опыт там остается. И четвертый вариант это переварить эту, перепрошить эту ситуацию и по-другому к этому отнестись. И интересный момент, я еще раз хочу это подчеркнуть, что вот при четвертом варианте вот эта негативная самскара, она все равно остается, она все равно остается на какое-то время, но у вас появляется новая, позитивная самскара, как по-другому можно смотреть на эту ситуацию. Сейчас будет очень важный момент, это ответ на вопрос, почему бывает так, что человек прошел какие-то практики, пошел к психологу, или сделал расстановки, и он прям чувствует, что ему помогло, что он изменил свое восприятие этой ситуации, прям полегчало, он простил, он наладил отношения, все хорошо. А в этом раз, через какое-то время, вернулось все то же самое, что было до всех этих практик. Почему так происходит? Я объясню. Смотрите, когда человек переваривает обиду, или какую-то негативную эмоцию, у него на самом деле появляются в сознании две самскары. Старая самскара и новая самскара, которую он получил благодаря этим практикам, благодаря этому перевариванию. Вот они, две самскары. И теперь остается выбор всегда, какую из этих самскар культивировать, какую из этих самскар развивать. Если я вдохновленный вот этой практикой, поменялось у меня восприятие, я вдохновился, но если я после этого ничего в своей жизни не меняю, если я не начинаю жить по этому новому восприятию, то тогда это новое восприятие, оно будет, так как оно не очень такое сильное, оно все равно слабее, чем то, что мы испытывали до этого, негативное что-то, то она будет уходить. Она будет уходить, соответственно, та старая, она вновь начнет доминировать. Тогда как, если человек начинает жить по новой самскаре, вот он вдохновился, да, да, действительно, это все было на благо мне, да, это все правильно, да, это вот польза, вот и начинает жить по этой новой, по этому новому мировоззрению, по этому новому сценарию. Тогда этот сценарий укрепляется, и старая самскара, она уходит очень глубоко и практически становится невидимой. Но если этого не происходит, то тогда эта старая самскара, она вновь выходит, и все возвращается на круги свои. Поэтому с этим перевариванием тоже нужно иметь в виду, что недостаточно просто как-то получить помощь, нужно еще и действовать на основе этой новой самскары. Только тогда она сможет укрепиться и вытеснить эту старую. И вот этот вот четвертый вариант, он из этих четырех, он самый лучший. Самый лучший, самый экологичный, самый безопасный. Хотя, конечно, и те остальные методы необходимо использовать, если у нас есть такая возможность. Но вот четвертый, это самый на глубинном уровне решает эту проблему. И теперь на основе того, что мы узнали о том, как работать с этими самскарами, хочется вывести какой-то алгоритм, на основании которого можно уже на практике действовать, работать с этими негативными эмоциями. То есть, еще раз, мы сначала поговорили о том, что такое обида и к чему она приводит, чтобы мы воодушевились над этим поработать. Что такое прощение, как оно выглядит и теперь, как к этому прощению прийти. Для этого мы разобрали этот механизм, как работать с самскарами, четыре варианта. Теперь вот конкретный алгоритм хочется разобрать. Алгоритм, он из трех частей состоит. Первая часть называется принятие. Принятие, осознание и принятие этой эмоции. То есть, до тех пор, пока человек не признает свою проблему, он не может над ней работать. Он, ну, невозможно просто. Поэтому первое, надо признать, да, у меня есть эта эмоция, да, она негативная, это нормально, тут не нужно чего-то стыдиться или скрывать это, оно есть, я хочу с этим работать. То есть, не нужно это закапывать куда-то, не признаваться себе, ну, тогда мы ничего с этим не сможем сделать. Надо признать эту вещь. Вот она есть, я хочу с этим работать. Если мы в состоянии, ну, когда этот конфликт происходит, то, ну, лучше, конечно, отстраниться от этого, да, почему говорят, да, нужно там подышать, вот, потом что-то говорить, не сразу говорите. Я часто так делаю, иногда люди пишут мне письма, вызывающие. И я, у меня такое правило, никогда не отвечать на такие письма сразу. То есть, должно пройти время, то есть, надо отстраниться немножечко от этого, как-то признать, что она есть, сейчас не нужно действовать на основе этого. Мне хорошая вещь, я хочу с этим поработать. Вот первое, это признание. Вторая вещь этого алгоритма, это переваривание. Признание, хочу исправиться. Второе, перекодируем это, перевариваем это. Третье, начинать, надо начать действовать на основе этого, нового восприятия этой ситуации. Если не действовать, то тогда старая прошивка, она вернется. Тогда та же самая проблема будет. Принятие, переваривание и действовать на основе нового мировоззрения. Теперь давайте поговорим о том, какие могут быть способы переваривать. Первый способ, первый уровень, который позволяет переваривать трудные ситуации, восприятие трудных ситуаций, это когда человек начинает смотреть на ситуацию не только своими глазами, но и глазами другого человека, который участвовал в этом событии. То есть, если мы просто смотрим, а обычно так и происходит, каждый смотрит на ситуацию своими глазами, то, как я это вижу, с точки зрения моих ожиданий, с точки зрения моих интересов, вот так я это воспринимаю, как обычно ты сталкиваешься с людьми, которые там поссорились, послушаешь одного, тот негодяй, послушаешь другого, оказывается, негодяй тот. То есть, кто из них негодяй? Каждый из них прав. Так вот, первое, самое простое, что может произойти, чтобы переварилась эта негативная эмоция, это посмотреть на ситуацию глазами и другого человека. И когда мы увидим, когда мы увидим, ну, может быть, не сами, а какой-то мудрый человек, который глубже видит, который не вовлечен во все это, он может помочь нам увидеть, что оказывается, тот человек тоже живой, он так же, как и я, стремится к счастью, он так же, как и я, проходит через какие-то трудные ситуации, через какие-то уроки. У меня был такой случай в жизни, какой-то человек пришел ко мне, ну, то есть, я обычно так вот, очень уважительно общаюсь с людьми, как-то, ну, пытаюсь проявить какую-то чуткость, и тут пришел человек, а я, я не знаю, что-то там у меня было, и я как-то очень резко стал с ним разговаривать, и я не знаю, что там у него произошло, он так вот, видно, что это было неприятно ему, а я сам, я сам был в шоке от того, что я так делал, я так никогда не делал, это нетипично было для меня, ну, то есть, что-то на меня нашло, потом я уже стал с этим человеком общаться, объяснил, там, что вот у меня вот так, но, бывает же с людьми, не то, что вот они все время так делают, просто что-то нашло, что-то там, какое-то горе случилось, или он вообще про другое думал, но ничего плохого не имел в виду, но мы-то не понимаем, мы-то не понимаем, что-то у него происходит, потому что думаем только о себе, о том, как мы себя чувствуем, да, я не понимаю, что у этого человека зазвонил телефон, это какой-то важный звонок, у него уже там из больницы позвонили, а я переживаю только о том, что вот на моей лекции не должно такого происходить, а если немножечко глубже посмотрю, ну, вот у человека же, может такое случиться, ну, нормально, я же могу понять этого человека, могу понять, что происходит, почему, ну, нужно сразу же как-то ненавидеть этого человека, каждый может в эту ситуацию попасть, они не со зла это делают, сразу легче становится, чувствуете, да, сразу легче становится, на самом деле, каждый раз пытаюсь именно таким образом смотреть, когда у кого-то звонит телефон, соответственно, этот человек, так же, как и я, стремится к счастью, это так же человек, как и я, у него есть какие-то трудности в жизни, он проходит через свои уроки, да, что-то происходит у него, то есть он так же не хочет страдать, он переживает за своих родственников, за своих близких, он живой человек, да, и вот когда начинаешь так думать, когда начинаешь так смотреть, то когда я понимаю этого человека, то тогда мне становится легче, тогда вот это вот, ну, вот это вот негативное чувство, оно начинает уходить, вот это самый такой, самый такой простой вариант, как можно понять, да, принять другого человека, это просто понять, что он тоже живой, но еще раз, это может быть трудно, особенно если там уже застарелый, что-то такое, и я сосредоточен на себе, и не могу я так понять, принять, нужен другой человек, который через себя, через свои глаза, да, через свое восприятие, поможет увидеть, что тот человек тоже живой, это помогает, это реально помогает, но согласен с вами, согласен с вами, что есть какие-то ситуации, когда очень трудно понять человека, ну, то есть иногда такие вещи другие делают, что кажется, ну, ну, так я все понимаю, но вот, но это уже ни в какие ворота не лезет, и поэтому есть более глубокое понимание реальности, ведическая философия дает это, более глубокое понимание реальности, что за всем происходящим стоит законы, законы судьбы, законы кармы, еще раз, это не вопрос такого философствования, да, я там где-то прочитал, все справедливо, но я же так не увижу, то есть это же не просто в книжке прочитать, это же увидеть надо, это же понять, принять, как-то углубиться в это надо, это не философская вещь, и часто интересно, что люди воспринимают вот эту философию закона кармы, как то, через что можно оправдывать свою черствость, свою бесчувственность, да, кто-то приходит, у кого-то горе, ты говоришь, да, это твоя карма, ты заслужил, вообще, расслабься, нет, человек, который понимает законы справедливости, вселенской справедливости, никогда не будет бесчувственным, да, у человека горе, да, может быть, он заслужил это, благодаря тому, что он в прошлом совершал какие-то поступки, но это не значит, что я должен бесчувственно к нему относиться, мне нужно помочь, действительно, да, у него проблема, и я должен помочь, я хочу помочь, любой нормальный человек так воспринимает, и тем более, ведический человек так воспринимает, он понимает, моя дхарма, мое предназначение, это помогать людям, если у человека сейчас дурная карма, значит, что я должен помочь ему улучшить эту карму, так воспринимает ведический человек, но когда это случается с ним, то понимая этот закон вселенской справедливости, что наша жизнь не ограничена жизнью, просто вот в этом теле, что мы вечные души, которые вновь и вновь реинкарнируют, то есть переселяются из тела в тело, и то, что сейчас со мной происходит, это не просто, но как бы результаты вот этой одной жизни, хотя много из того, что сейчас со мной происходит, можно проследить и увидеть истоки этого в этой жизни, но какие-то вещи, они приходят из прошлого, и получается, если человек кому-то причиняет боль, то эта боль обязательно к нему вернется, точно как в аптеке, то есть все очень, очень все продумано, очень все филигранно, очень все справедливо, поэтому не бывает виноватого без вины. Когда человек понимает этот закон целенской справедливости, то если что-то с ним происходит, какая-то боль приходит к нему, он может с благодарностью к этому относиться, потому что он понимает, это справедливо, значит, когда-то в прошлом я задолжал этому человеку, этому человеку или кому-то другому, а этот человек, он просто инструмент, инструмент в руках моей кармы. Как, знаете, вот очень такой практичный пример, вы едете на машине и превысили скорость, и за это вам, ну там камеры же везде стоят, за это вам, соответственно, выписывают штраф, и этот штраф приходит на почту, его приносит почтальон, и вы набрасываетесь на этого почтальона, ах ты негодяй, ты что у меня, деньги забираешь? Ну а при чем тут этот почтальон? Он же не виноват, он просто инструмент в руках вашего правонарушения, он просто вам принес то, что вы совершили, понимаете? И когда до нас дойдет, вдруг, если до нас дойдет, это непростая вещь, это может возникнуть только тогда, когда человек общается с людьми, которые вот так вот глубоко видят реальность, у которых есть эта вот мудрость, духовная мудрость, только если вот так мы увидим мир, то тогда мы увидим, что не на кого вообще обижаться, потому что все причины моих болей, какой-то несправедливости, как мне кажется. Все это причины в том, что я когда-то сам поступал таким образом. Поэтому что мне нужно делать? Мне нужно сделать выводы, какие-то уроки извлечь из этой ситуации и поступать так, чтобы подобные вещи не происходили в моей жизни. То есть это более глубокое, глубокое понимание, как можно переварить какую-то боль, которая приходит в нашу жизнь. И самое глубокое, конечно, видение мира, это когда человек за всем, за всем видит руку Бога. Это только вот для святых, святые люди и носители такого сознания. Мы видим примеры из различных религиозных традициях таких людей, таких представителей. И, соответственно, все, что с ними происходит, они понимают, здесь и травин, конечно, лохнется без воли Бога. А он, он милосерден. Поэтому, если это что-то происходит со мной, значит, это полезно, не только полезно для меня, но это еще проявление любви Бога ко мне. Вообще, в голове не укладывается, но есть такое видение. Кто-то вот так все воспринимает. Человек с таким видением, все, что с ним происходит, он воспринимает, как любовь Бога к нему. Представляете? Итак, это вот три варианта того, как человек может по-другому посмотреть на какую-то болезненную ситуацию, и, соответственно, по-другому относиться к этому, изменить, перепрошить свое отношение к тому, что произошло. Самый вот такой, так скажем, человеческий, да, какой-то человеческая мораль, да, это когда человек, еще раз, смотрит, что, смотрит на ситуацию глазами и другого человека. То есть, не только за себя, но и, а как он это воспринимает, понять другого человека. Другой, более глубокий уровень, когда человек видит справедливость, вселенскую справедливость, и более глубокий уровень, когда человек видит руку Бога во всем происходящем. Но, еще раз, для того, чтобы человек мог переваривать все это таким образом, то есть, менять свое восприятие этого, человек сам по себе не сможет это сделать. Если до этого и не смог, то и сейчас тоже не сможет. Для этого ему нужно общение с людьми, у которых есть это более глубокое понимание мира. И когда вы будете общаться с такими людьми, вы увидите, что ваша жизнь становится проще, что ваша жизнь, то есть, меньше вещей, которые могут вывести вас из себя. И, кроме того, если вы общаетесь с такими людьми, вы можете, в конце концов, заметить руку Бога в вашей жизни и чувствовать себя в обществе самого заботливого и дорогого существа во всем творении. Это то, что я хотел вам сказать, чем хотел с вами поделиться. Еще раз, мы говорили с вами о негативных эмоциях. Они неизбежны, потому что мы любим социум, мы взаимодействуем, поэтому всегда будут какие-то неоправданные ожидания, возникать обиды. Обида, нехорошее чувство, вредит нам самим, вредит окружающим, разрушает. Вот, что с этим делать? Конечно, надо простить, но как прощать? Как прощать? Нужно четыре варианта взаимодействия с самскарами, я говорил, и лучший самый вариант это переваривать эти переживания, перепрошивать свое отношение к тому, что с нами происходило. И это возможно через общение с людьми, которые лучше смотрят на эту реальность. В идеале общение с людьми духовными. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.